всем привет с вами енот и как всегда я в этой игре не дождался сохранения вышел мне пришлось заново переигрывать историю на стене и где тот украл ножик и было обучение и так далее но я постарался вроде сделать все как мы сделали то что надеюсь ничего не запорол хотя здесь выбор не столько важен он есть но я его есть сильная сейчас не изучаю надо сюда погнали игра престолов обожаю королевскую гайи после полудня когда солнце едва касается твоей кожи ты всегда любила это место понимаешь как ты хотел по вечерам всегда послушать музыку с леди маргри ты права здесь красиво почти пришли что ты затеял сейчас увидишь лучше видно королевы серсеи ты с ума сошла днем бухать присядь и зачем у нас будет неприятностей расслабься могу тебя заверить никто не заметь с горла бухаешь нет конечно ты чё бухай сама вот тогда поступай как считаешь нужно что ж я ты прям с горла глушить вино будешь ужас какой ну просто я меня не особо волна чё тебя я не очень хорошо в этих откровениях не очень хороша послушай если я расскажу тебе это мира ты должна пообещать хранить это в тайне это нельзя я хочу доверять тебе на спиральне нужно чтобы ты сама пообещала обещай я никому не расскажу моя мать была служанка леди олены она забеременела это было был позор для ее семьи мое настоящее имя сэра флауэрс ты баштар я знаю мне повезло но мне приходится скрывать это я лгала тебе и я не хочу забезраться моя мама умерла незадолго после моего рождения тирелли приняли меня и дали мне имя дурга мне так жаль сара просто я не хочу вечно быть сарой флауэрс мне нужно чтобы леди маргер помогла мне женитьбы это мой единственный шанс а ты сама пыталась поговорить с леди маргерит нельзя вот так просто просить об этом для этого я должна быть ее фавориткой я знаю что она тебе доверяет и я надеюсь что может ты когда она придет тебе чтобы поговорить ты можешь предложить ей поговорить со мной дай мне шанс убедить ее ладно и многое будет значить если ты попросишь их конечно сар а че плохого-то прости меня я тут все о себе да о себе знаю твоей семьи проблемы посерьезнее моих учитывая то что в прошлом с твоим братом и что случилось с твоим братом семьей там блабула уверена похоже тебе не помешает выпить хм заговор служанок лорд Тирион лорд дамы и что там у вас если вы пьете из кувшина а то пьете неправильно хотите присоединиться к нам лорд Тирион ммм ммм не лучшее арабское вино но моя сестра его обожает довольно дороговатое вино для служанок очень любопытно где вы его раздобыли уверен моя сестра не дала бы его вам хотя в этом нет ничего удивительного мы нашли его нашли где в этих кустах лорд Тирион лорд Тирион и как же она оказалась в кустах но сарсе знает об этом она утоцит вас в нем и все же вы блин вы должны осознавать риск Кое-что изменилось. С недавних пор отец стал интересоваться вашим железным стволом. Большая часть королевского флота сгорела в диком огне. Его нужно остановить. Стоп, 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 в каком диком огне сгорело? Сгорел же флот, который нападал. Эээ, ну ладно. Он настоял на том, чтобы я урегулировал это дело. Скоро я пойду встречаться с представителем лорда Уайтхилла. Лорд Уайтхилла? Он нанял пару купцов в качестве посредников на сделки. Вот видимо, лорд Уайтхилл тайком желает продать ваш железный ствол. Мне немного известно о нем. Но если судить по его... Нельзя доверять лорду Уайтхиллу. Я не собираюсь. Какой-то он здесь другой. Плоский, что ли? Пошли со мной. Они думают, что у меня нет другого вора, кроме как Уайтхилла. Представь их удивление, когда я приведу им Форестера. Может это будет моя первая забава за долгое время. Миледи. То есть у меня нет выбора, надо за ним переться. Ну ладно. И дальше бухает. Да еще фигела. Хоть бы не на рабочем месте. Надо быть внимательнее, когда сохранение идет. А то теряю прогресс. Обидно. Я только тупо 15 минут потратил. На восстановление того, что я натыкал. Ах. Давай, давай. Вообще, конечно, жалко. Как я уже говорил, что ТЛТ разваливается. Мне их будет не хватать. Ну, надеюсь, они закончат все проекты. Я у них больше жду этот. Вулф и Манас второй. Мы ждем уже целый час. Андерсон. Ээээ... Встретить учтивого торг... Встретить учтивого торговца это как найти золото в ночном горшке. Прошу прощения, миледи. Кто это? Одна из ваших жриц любви. Она леди, лорд Андерсон. Она леди, лорд Андерсон. Да. Это очевидно. Меня зовут Мира Форестер. Апа, да? Мира Форестер? Что вы сделаете? Справите вопрос. Мы сказали, что нам будет... Что мы будем говорить с лордом Тирионом наедине. Здесь не место Форестера. Вероятно, нам стоит спросить лорда Тириона. Я спрашиваю вас, Андерсон. Андерсон. Она здесь по той же причине, что и вы. Железные стволы. Простите, леди Мира, но мы уже говорили с лордом Тирионом. Вы говорили? Я слушал. Леди Мира уже... Убедила меня обдумать ее предложение. Теперь, если позволите... Вы забираете сказать... Вы не можете так поступить? Поверяю вас. Я могу. Это ошибка, лорд. Я так не думаю. Лорд Уайтхилл знает об этом. Он не человек, который... Он есть те, кто закрывает глаза на это. Говорите-ка, ну не... Нет нужды в угрозах, неизвестно. Мои извинения. Нет нужды в угрозах. Вы даже не представляете. Лорд Тирион. Лорд Тирион. Дайте знать, когда... Примите окончательное решение. Хотелось бы попытаться переубедить вас. Леди Мира. Доброго дня, джентльмены. Что ж, это было забавно. Итак, касаемо сделки, что вы думаете? Милорд? Милорд? Желез стволы для короля. Вероятно, у вас есть предложение. В смысле, какие у меня... Что они привязали к служанке? Я лишь просто служанке. Я могу отправить запрос к ним. Эээ, ну... Форестерам сказать, ну вот, нам нужны стволы, что-нибудь сделать. Как я могу говорить за них? У вас была причина прийти. Ты меня позвал. А, сперва вы, лорд Тирион. Помогите Снэч Вайтхилла пользоваться. Я знаю, что было не для того, чтобы развлечь меня. Я уверена, вы уже придумали... Придумали встречное предложение. Предположим, король согласится поквачивание стволы только у вас. Лорд Вайтхилл будет неудел. Если он захочет торговать... Блин. С королем ему придется действовать... Более... Что... Как? Через вашу семью. Вы можете влиять на него. Или это приведет... Ваши дома к войне. Вы уже понимаете, что это возможно так. Не думаю, что вы это допустите. Как мастер над монетой я могу многое, но отправить армию на север не в мою власть. Хотя я знаю, вашему дому нужно... Нужна помощь. Блин, я не хотел с ним святаться. Я ищу ваши предложения. Так я же ничего не предлагал. Однако тебе придется сделать кое-что и для меня. Не волнуйся. Слови будут честными. Чего вы хотите? Скоро вы узнаете. Значит, мы пошли к соглашению. Благодарю вас, лорд Тирио. Это будет либо хорошо для нас обоих, или плохо для тебя. Для твоего же блага. Надеюсь, первое. Блин, связались с этим карликом. Хотя пытался избежать. Миледи. Чего они все к служанке идут? Я не понимаю. Она же ничто не может сделать. Она просто служанка. Ее сюда отправили. Максимум она может только связаться со своим. И передать необходимую информацию. Все. Ни больше, ни меньше. Вы же понимаете это. То там Серсея допрашивает. То этот предлагает торговать. Как будто я тут отвечаю за торг. Как я могу обещать, что у меня там семья? Вдруг ее вообще уже нет. Они в армию придут и уже всех захватили. И чё, я буду крайне, что они все умерли? Вообще маразм. Ты же понимал, что в королевской ганят дебилы. Ну чтоб настолько. Дядя. Бешка. И кто ты? Эшер. Да блин. Неужели настолько известно, что его легко найти и обвинить в убийстве? Они идут к главным оборотам. Я знаю другой путь. Ты пойдешь с нами? Если мы действительно хотим спасти наш дом, трех человек будет недостаточно. Нам нужна армия. Так вот, настоящая причина твоего приезда. Чтобы найти армию, да? Нам нужна армия наедников. И тот, кто ее поведет. Эээ, ты меня понимаешь, мальчик? Эээ. Бешка может повезти армию. Что? Она сильнее любого рыцаря Вестероси. Эшер, это твоя беда? Твоя семья? Рано спорить, кто поведет армию, пока мы ее не найдем. К тому же блин, 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 блин. А что насчет Крофта? Одноглазый Крофт? Так, что... Сыновья сейчас с девчонкой Таргариена. Но за кофтом остается один должок. Честно говоря, я думаю, что он тебя ненавидит. Да нет. Он нам поможет. Я об этом позабочусь. И как ты собираешься это провернуть? Эээ. Насколько я понял, у вас с ним натянуты отношения. Я буду очаровышкой. Точно. Ага. Уже видно, подстал. Учитывая, что Матери Драконов... А, учитывая, что Матери Драконов вместе с наемниками отправилась на север, думаю, мы сможем перехватить их в Мэрини. Погоди. Мэрини? Черт. Что? У меня остались там пара незаконченных дел, о которых я не хочу говорить. Мы не можем от них отвлекаться. Развлечься. Это не твое дело. Все будет хорошо. Все в порядке. Я тебе доверяю, Беска. Не стоит мне вообще об этом говорить. Я говорил тебе, что всегда буду с тобой, братик. И так и будет. И я имею в виду это. Найди. Нельзя позволить избежать из Юнкая. Ай, зайди, я тебя убью. Да, конечно, убить. Идем. Идем. Ты быстрый. Ты быстрый. У него... Этого у тебя нет, нет. Но слишком опрометчив. Блин, что ты потрясаешь, надо баааань. Эм, если мне предстоит возможность, я убью Рамси снова и повешу ее голову на кол. Вы двое можете поговорить и позже. А сейчас нужно сматываться. Они ищут нас. Пешая прогулка до Меринов займет твоему времени. Надеюсь, ты готов, Эшер. Это будет непросто. Да. Вот и узнаем, готов ли. Либо мы пересечем море с армией, либо дом Форестеров не протянет до зимы. Ну-ну. Где-то я-то уже слышал подобное высказывание. И все, по-моему, кто-то говорил и умерли. Ты подумай, прежде чем мне подобное лякоть. Мира Форстер, покой и мир королевской гавани. Дверь открыта. Непросто. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Капец, просто прочитать письмо из-за весон жёстких Как? Как так можно было сделать? Я не понимаю, игру Так, у меня есть информация, способная помочь вам с бесом Встретимся в саду после полуночи А, бесом это так карлика называли И какая информация помочь с ним, я не понял А чё нам с ним помогать? Вроде он предлагает продавать Хочется оформить всё через Форестеров, и в чём проблема? С ним я сделки не заключал, он мне не угрожал Мне максимум угрожал только вот этот Адидас, или как его там звали? Вот этот толстый боров Не знаю О, Форестер Так, это должно продержаться по крайней мере в течение недели От мира нет никаких вестей Возможно, она так и не нашла способ помочь нам с Элей... Э... Элейра и Нейра, или как его звали? Мы справимся с Элейом Надеюсь, ты прав Армия Лорда Гленмора может спасти нас от краха Но Элейна всё ещё должна дать согласие на брат Милорд Вы можете наполнить Леди Марищество по происхождению Вы всё-таки очень даже мужчина Мэйстер Мэйстер, я имею ввиду... Хо-хо Это не должно стать проблемой Что вы можете сделать наследником? Это не должно стать проблемой Простите, милорд Я лишь не милой ввиду Довольно, мейстер Короче, я сказал, что типа у нас всё хорошо И мы можем сделать ребёнка Когда мы в последний раз говорили об Элейне Ты был не уверен насчёт её чувств в тебе Тебе следует показать ей, что ты такой же, как и прежде Я не хочу оприменять тебя ненужным советом Благодарю, мама Я учту твои советы Я так рада увидеть тебя дома Мэй Лорд, она здесь Ну что ж, давайте посмотрим, что из этого выйдет Родрик? Удивил Ты выглядишь Знаю, я несказанно красил Я вижу, ты не утратил своё чувство и вора Нет Лишь пару конечностей И половину лица Прошу Ну, вот мы и здесь Ты выглядишь прекрасно, как всегда, Элейна О, благодарю Ну, лезть, как же без неё Я отправилась сюда, как только услышала, что ты жив Отец предлагал подождать, но не верится, что уже прошло два года Пир на именин твоего брата Мы танцевали до рассвета Но теперь ваш дом готовится к похоронам А ты? Скажи по правде, Родрик, как ты на самом деле? И пожалуйста, будь честен со мной Я не сую нос в чужие дела, но Не буду врать Каждый день, как на войне Могу только представить Блин, язык пропустил Так многое изменилось с тех пор, как мы были с детьми, играли в прятки в рощ Тебе было очень просто найти Ты всегда пряталась за тем же деревом А может не хотела, чтобы ты меня нашёл Вот какие они, а? Я даже не догадался бы Но, Родрик, я должна у тебя спросить кое-что Когда я прибыла в Железный Холм сегодня, во дворе было полно пьяных солдат Солдат Уайтхилла Они говорили ужасные вещи Уайтхиллы, ваши заклятые враги, Родрик, зачем они здесь? У нас не было выбора Эти солдаты здесь по приказу Болтона Это ужасно Значит, Русс Болтон захватил Железный Холм? Нет, им нужно лишь заверить нашу верность Я не хочу врать, Родрик Я всегда с нетерпением ждал наши свои быты Но в свете того, что случилось с твоей семьёй Мой отец сомневается в разумности этой помолки Он просил меня всё отменить А чего хочется тебе? Я спрашиваю себя того же самого Если честно, я сомневаюсь Меня не волнует твоей шрамы, Родрик Я любила... Блин Я любила мальчика, которым ты был И полюблю мужчину, которым ты стал Но моей семье нельзя втягиваться в войну с Болтонами Так, эм... То есть, они хотят отсидеть в стороне Они хранители Сейра Я знаю, всё выглядит плохо, но я не позволю нашим домам пасть Хотела бы я быть рядом с тобой, Родрик Но мне следует быть практичной Лейна Не важно, что мы чувствуем Как я могу просить отца рисковать всем? Ха Нет, нет Да никак Даже для тебя Ну, раз ты не знаешь, как ответить, то и ладно Я надеюсь, что ты сможешь меня убедить Но, видимо, этого не случится Ну да Я собираюсь сообщить отцу, что помолвка отменяется Надо было, видимо, я ему железнодорство предложил Блин, аж сказал практичный, мальчатый Глубочайшее извинение, милор Я пытался остановить его, но Так значит, шелухи не врут Вы не имеете права, вот так А это Лейна Глейнмор Ты ведь не связалась с этим жалко... Ты связалась с этой жалкой семейкой? Вас это не касается О, не соглашусь Могла бы выбрать что-то получше этого коллеги Что вам нужно, Уайтхелл? Чего я хочу? Проси свою мать, она меня пригласила Это неправда Я отправила ворона лорду Уайтхеллу Насчет разрешения Риона прийти на похорь Но я не представить не могла, что он вот так вот заяц Она практически болела у меня приехать Конечно, я бы хотел того же На ее месте Ваш сын дома, чтобы оплакивать своих Отца и братья Если ты хоть пальцем тронешь риона Избавь меня от угрозы Родвика в порядке Я все же хочу убедить, что вы знаете свое место Лорд Рамзи приказал вашей семье подчиняться моим солдатам Пока мой сын Гриф не придет Из Харренхола И вот я слышу, что ты Ими тут раскомандовался Спрашиваешь их А испаиваешь их Это вынуждает меня поставить под сомнение Ваше повиновение Лод, хватит об этом Ладно, договорим до конца Может, я буду говорить, а ты меня послушай Что ж, вот что я думаю Мы могли бы начать все заново Ты и я Твой брат Итан был бы... был там... А, был так самодоволен, что меня аж тошнило Но ведь ты его полная противоположность, да? Так что, если хочешь увидеть Риона на похоронах Покажи леди Уай... Элени Как ты уважаешь старших? Преклони колено и поцелуй мое блестящее кольцо В смысле? Просто сделай это, Родрик Ты ведь не хочешь закончить это так же, как брат, верно? Пожалуйста, это ведь ничего не значит И мы снова видим Риона Многое что значит? Я не стану целовать твои кольца Поступай, как знаешь Хорошо Хорошо, я передам Риона, что ты не желаешь его видеть Нет, пожалуйста И из-за твоей непокорности Я заберу то, что давно должно было стать моим Остальную половину рощи жизни стволов Вы не имеете право... Рамси сказал Я знаю, что сказал Рамси, но сейчас говорю я С этого дня я буду валить железный ствол там, где, мать его, пожелаю И вы ни черта не можете с этим сделать Вы собираетесь нарушить прямой приказ дома Болтонов? Я знаю Руса Болтона всю жизнь Пока он получает свой железный ствол, ему будет наплевать Что? Я взял то, за чем пришел До скорой встречи Да, он по-любому бы отжал Поцеловав ему перстень, он бы сказал, что Так мы бы признали его нашим повелителем О, кстати, мои люди придумали тебе прозвище Родрик Разоренный Ну, ну, не так ли? Дела вашего дома хуже, чем я представлял Мне жаль тебя, Родрик Себя пожалей Ты подставил свою гордость выше семьи? Что тебе подумают? Что тебе подумают, бедный Родрик? Я не стану каланиться лорду Уайфелу И теперь твой брат заплатит за это Ты что? Можешь ему еще отдать все? Глупая женщина Мы еще все вернем Все наладим Милорд Ты в порядке? Я собираюсь прикончить его Уж ты что? Мы проявим слабость Поцелуем, что-нибудь сделаем И он все вообще тошнет Сейчас, если мы начнем отжимать все Нас не будут трогать Если мы убьем их Мы будем единственными поставщиками Им нужно все равно, кто будет следить За поставками железных стволов Мы лишь отбиваем свою зону Влияние, так сказать Тебе нельзя драться с другими новогранцами Эти люди нужны, чтобы прикрывать тебя Здесь достаточно тех, кто пытается нас убить И без проблем среди своих А Это Финн виноват Думаю, он может быть опасен Для грядущих событий нам нужны опасные люди Я Гаррет Ты спал и рассказал мне о тебе Он думает, что с тобой могут быть проблемы Возможно, он прав Но меня он не такое говорил Он сказал, ты сражался за север с Форестера Ты был там, в Близнецах Да Я до сих пор не понимаю 3000 человек И никто не смог спасти моего брата? Почему никто не дал отпор? Почему они пришли на... Люди были слишком пьяны, чтобы держать Эээ... Чтоб держать что? Блин, люди были... В общем, они их набухали И те были не готовы сражаться Фрейз оставил нас врасплох Трожился Не смогли по-мужски противостоять робу Поэтому воткнули ему нож в спину Хо, ты даже не представляешь, что было на кровавосаде Даже умереть ему не дали Так Не жаль Мне тоже Теперь Фрей управляет ровером, оболтанных хранителей севера После того, что они сделали Это неправильно Они убили мою семью Я должен был быть там Я по-прежнему думаю, что смог бы кое-что изменить, будь я там Но вероятность, что я бы погиб, как и все остальные Как бы там ни было Мое место здесь С ночным дозором Ну, тёпай, тёпай, давай, тёп, тёп Здесь найдутся те, кто возненавидит тебя И уже они будут называть тебя предательным Северяне же назовут тебя трус Другие будут ненавидеть тебя за той, другой Они возненавидят тебя за всё, что угодно С этим ты ничего не поделаешь Поверь мне Уже просто игнорировать их Иначе не случится ничего хорошего Большинство этих мужчин-преступники Их вынудили одеты в чёрное А ты был оруженостом знаменитого дома Что случится сегодня с тобой происходит со мной постоянно А, что случилось с тобой сегодня? Происходит со мной постоянно Здесь я понял, что нет ничего важнее, чем братья, которым ты можешь доверять Ну да, я помню Что с тобой сделали братья, когда ты пустил одичалых Север Я почувствовал то же самое, когда впервые увидел это Я слышал, что ты хочешь стать разведчиком Зачем? Зачем? Зачем тебе рисковать своей жизнью? Чтоб найти северную рощу Северную рощу? Ты серьёзно? Старая Нан рассказывала нам сказки О ледяных драконах и растущих до небес деревья Почему ты хочешь отыскать северную рощу? Почему она для тебя так важна? Это важно для дома Форестер Лучше оставь это при себе Хотя не должен был бы рассказывать, наверное, но Джон Сноу-то адекватный, мы знаем Многие желают стать разведчиками, большинство хотят остаться здесь Где, по их мнению, тепло и безопасно Одна командная лётчик ведёт к стене войска из сотни тысяч одичан Я видел их своими глазами Среди нас есть убийцы, воры, насильники, большинство из тех Эээ, да Но отныне они твои братья Сможешь ли ты считать их имя? Можешь ли ты закрыть глаза на ваши различия? Я стану с ними бок о бок Рад это слышать Ну, типа, да? Всё, мы здесь все одно Бодность, сатана Хотелось бы сказать, что ты привыкнешь к холоду, но это не так Спасибо Давай Помни Лучше быть возле костра, если хочешь Конь Эээ, если не хочешь, кончишь, как беспалый Хм А я думал, мы их отрезаем А не отморозим Вообще здесь нет там F5, что-нибудь такое Или таймера до сохранения Какого-нибудь сверху такого маленького Чтоб знать, сколько ещё надо ползать, тыкать, чтобы он сохранился Давайте ещё одну сценку отыграем и закончим это Ну-ка, чё там за бес? Бес Парма Нафига ещё попёрся Я здесь, а где же ты? Могла вообще не лезть Сама себе проблему создаёт Туда? Вон какой-то чувак Стража Па-па-па-па-пам Ну и что ты тут забыла? Такое позднее время У меня здесь встреча к войске? Немножко поздновато для прогулок Скажи мне, что означают Эти доспехи? Значит, что вы служите Ланнистером Лучше-ка тебе сейчас вернуться в свою комнату Прямо сейчас Если тебе кто-то не нравится А если тебе что-то не нравится Можешь обратиться к командующим И я никак не смогу заставить вас передумать? Ты меня слышала? Вольно, Лунка Это дама со мной Да, сэр Приятного вам вечера Надеюсь, он не сильно докучал вам не леди Меня зовут Дэмиан Я вас помню, вы были в тронном зале Это вы оставили мне записку? Да Я рад, что вам удалось добраться сюда Я давно хотел поговорить с вами Немного Это вы обыскали мою комнату? Что вы хотели найти? Ничего, леди Мира Я лишь оставил вам послание А, я разрушился Че ты мне врешь? Сочувствую вам, Мира Но вы нажили себе не тех врагов Служанка должна знать свое место Каких врагов? Если хотите, я могу сделать это быстро Мне хотелось бы видеть, как вы страдаете Опа Да Он тоже мне страшный Давай, 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 давай Все, нету у тебя ножа Опа Отпусти ее Так, мы можем спасти пацана Можем убежать Иди к чарту Убежать, мы бы его потеряли пацаны Он бы нас преследовал Убежать, мы бы его потеряли пацаны А теперь у нас есть труп Это ты? Что, что произошло? Что, что это было? Ну, оно что похоже Он пытался убить меня Зачем это ему понадобилось? Что ты делаешь? Я слышал критик Так, если бы я убежал Все равно был бы труп Только пацана, наверное Господи, боже мой Не можешь же так провисать? Боже ж ты мой-то Как, как он так жрет ресурсы, я не понимаю Вы сделали то, что следовало Леди Мира У вас не было выбора Мне нужно вернуться Меня могли увидеть Я позабочусь о нем Я знаю пару мест В большом А, я знаю еще пару мест Его тело никогда не найдут Погорим об этом позже Я найду вас Все в порядке, сэр? Дэмиан Дэмиан Где ты? Ножик с кровью Оставим при тебе Пригодится еще Раз у нас много врагов уже завелось Враги, они как тарканы Их сначала нет, нет, а вновь бац и много И уже ничего не сделаешь И казалось бы, меня просто втянули Я вообще не при делах Я вообще старался быть Максимально нейтральным ко всем Вообще никого не трогать Идет сохранение, все Слава богу, сохранилось И остальное все мы узнаем в следующей серии Всем в хорошем настроении, всем до следующей серии Всем пока